Добрый день! Владимир Горжонко в эфире с выпуском городских новостей с места событий. В ближайшей неделе губернатору Кетти Хокул предстоит принять одно из наиболее важных решений, а именно, кто должен возглавить Высший суд Нью-Йорка и его судебную систему. Государственная комиссия по выдвижению судей представила семь кандидатов Хокул на выбор для выдвижения в Сенате Штата. По закону, ее кандидатура будет выдвинута в период с 8 по 23 февраля. В число потенциальных высших судей апелляционного суда Нью-Йорка входит также и действующий член высшего суда, помощник судей Энтони Конотара. Прогрессисты внимательно следят за тем, кого Хокул выдвигает на этот пост, учитывая, что решения последних лет оказали широкое влияние на политику Нью-Йорка, в том числе постановление, которое отклонило как неконституционные предложенные карты перераспределения избирательных округов, составленные Законодательным собранием Штата. Главный судья Джанет де Фьорре, назначенная бывшим губернатором Эндрю Коома, внезапно подала в отставку в июле этого года на фоне сообщений о расследовании поведения судей. Еще из офиса губернатора. Кэти Хокул подписала закон о моратории на некоторые операции по добыче криптовалюты. Дело в том, что создание некоторых криптовалют требует огромного количества электроэнергии и противоречит климатическим целям нашего штата. В настоящее время на севере штата работают две электростанции на ископаемом топливе, и защитники окружающей среды опасаются, что некоторые из 38 выведенных из эксплуатации электростанций в штате могут быть перезапущены этой новой отраслью. Среди прочих целей штат хочет, чтобы к 2030 году 70% электроэнергии в отрасли производилось из возобновляемых источников. Нет сомнений, что штату Нью-Йорк нужны рабочие места, но эти рабочие места не могут быть получены за счет нарушения действующего закона о климате, а также чрезвычайно негативного воздействия на воздух, землю и воду штата, сказал Ричард Шреддер, директор по северо-восточной политике Совета по защите природных ресурсов. Но в заявлении Делового совета штата говорится, что он не считает, что законодательный орган должен стремиться категорически ограничивать рост и расширение любого бизнеса в Нью-Йорке. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также активно поддерживает создание криптовалюты. В заявлении пресс-секретарь Мэра сказал, «Мы продолжим работать с губернатором Кетти Хокул и законодателями штата над разработкой ответственных правил, направленных на решение экологических проблем, связанных с добычей криптовалюты, продолжая при этом поддерживать рост этой растущей отрасли здесь, в Нью-Йорке». По оценкам, только сети биткоинов нужно столько же электроэнергии, сколько всем Нидерландам. Когда на прошлой неделе повреждение сигналов метро в южной части Бруклина нарушило работу нескольких линий, канал МТА в Твиттере предупредил миллионы подписчиков в режиме реального времени о значительных задержках и вариантах поездок на работу. Но по мере того, как Твиттер под руководством нового владельца Илона Маска увольняет сотрудников и переживает техническую неразбериху, некоторые пользователи обеспокоены тем, что это может помешать обмену информацией между выборными должностными лицами Нью-Йорка, государственными учреждениями, некоммерческими организациями и другими, которые полагаются на Твиттер для распространения и потребления важной информации в режиме реального времени. Полиция Нью-Йорка также ведет отдельные каналы для каждого участка и бюро, кроме того, пожарная служба также имеет несколько учетных записей в Твиттере. Есть и менее известные городские агентства, такие как Совет по урегулированию конфликтов интересов и Департамент общегородских административных услуг, которые используют эту социальную сеть в своей работе. Политический истеблишмент Нью-Йорка тоже зависит от Твиттера. Мэр Эрик Адамс, у которого более полутора миллионов подписчиков, использует Твиттер для прямых трансляций, объявлений и рекламы своей администрации. Основанная человеком, пережившим Холокост, Ассоциация памяти жертв Холокоста на Брайтон-Бич провела раздачу индей к украинским матерям, бежавшим из страны во время войны. Очередь стояла у штаб-квартиры Ассоциации на Нептун-Эвеню. Большинству получателей было предложено забрать индейки и пироги в рамках подготовки к их первому американскому Дню Благодарения. Организация HRA была основана Самуэлем Быковым, пережившим Холокост и приехавшим из Украины в Нью-Йорк в 1979 году в качестве беженца из Советского Союза. По словам этой организации, с начала нападения России на Украину к ним обратилось более 1600 украинских беженцев с просьбами о различных услугах. Волонтеры организации стараются помочь беженцам, не только раздавая еду, но и помогая получить страховки, удостоверение личности, трудоустроиться, да и вообще адаптироваться в новой американской жизни. Некоторые волонтеры, творящие добрые дела, сами недавно были беженцами. HRA уже отправила несколько партий предметов первой необходимости для тех украинцев, которые находятся на передовой, но не ограничивает свою работу только Украина и теперь также готовится к сбору пожертвований для людей, пострадавших от землетрясения в Индонезии. Почтовая полиция и клиенты в равной степени возмущены недавней кражей нескольких посылок в Квинсе. Амазон должен был доставить поддон с пакетами в USPS на выходных, чтобы те могли закончить доставку, но почтовые инспекторы говорят, что водитель Амазон оставил посылки на тротуаре рано утром у закрытых ворот службы безопасности в почтовом отделении Ямайки и уехал, предоставив возможность ворам растащить оставленные без присмотра посылки. Сейчас ежедневно по городу доставляется более 2 миллионов посылок и поэтому, разумеется, что праздничный сезон наступил и для воров. Это растущая угроза, сказала наблюдатель за потребителями Тереза Мюррей из исследовательской группы по изучению общественных интересов США. Амазон, с которым связались мои коллеги, чтобы получить объяснение, никаких комментариев случившемуся не дал. Если вы хотите приобрести предметы, связанные с историей Нью-Йорка, в том числе произведения искусства, ювелирные изделия и спортивные призы, то посетите онлайн-аукцион. Распродажа называется «Подарки городу», а предметы — это подарки, сделанные бывшим мэром. Дело в том, что и безделушки, и ценные предметы, подаренные четырем мэром Нью-Йорка — Коху, Динкенсу, Джулиане и Блумбергу — по закону становятся собственностью города. «У нас есть традиция продавать предметы, не имеющие архивной ценности», сказала Полин Тул, представитель Департамента документации и информационных служб города. Планируются также и дополнительные продажи, поскольку есть множество некаталогизированных предметов эпохи мэра Билла де Блазио, и некоторые из них будут выставлены на предстоящем аукционе, который закончится в первую неделю декабря. Это было все к этому часу. С вами с места событий был Владимир Горжонко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова